А вы часто вообще занимаетесь не в прямую писательским трудом, а вот смежными продвижениями? Я к чему говорю? Много шума наделало ваше заявление с тем, что вы категорически запрещаете переводить ваши книги на украинский язык, при том, что это нонсенс, известно, что Украина читает на русском, и, по-моему, никогда никого и не переводили. В том-то и дело. Это была совершенно ироническая фраза, сказанная в адрес тех авторов, которые всю жизнь публиковались в России на русском языке, но при этом Россию всячески ругали, поносили. Соответственно, я сказал, давайте же, говорю, будьте последовательны. Я запрещаю свои книги публиковать на Украине на украинском, а вы давайте переставайте публиковаться в России на русском. Потому что, разумеется, за всю историю нашей фантастики переводили, по-моему, двух или трех авторов, скорее, в таких рекламных целях. Украина, разумеется, читает на русском. Она и думает на русском, что очень важно. Это и плюс, и минус. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Додолев tempec.